МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет всем, кто уже потренировался или только собирается в эфире первого крымского программа «Мой спорт» с вами я и ее ведущий Валерия Назирян. Прошлая неделя получилась по-спортивному насыщенная, так что скучать в течение следующих 26 минут вам точно не придется. Итак, сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для Нияза Измайлова это золото на самом деле дорогого стоит, как минимум по двум причинам. Во-первых, соперников в его весовой категории было 15 человек, а во-вторых, это были настоящие мастера своего дела. Достаточно сказать, что в финале ему противостоял действующий чемпион мира. Но не я с таким сопротивлением все-таки справился. Для меня это успех, как бы заявка. Я вижу, что мой уровень как армспортсмена растет. Я понимаю, что нельзя останавливаться на достигнутом. А вот Александру Порошину стать первым не удалось. Слишком сильны были соперники. Крымчанам, по его словам, в принципе тяжелее, ведь в Украине конкуренция у наших руководцев была скорее символическая. То ли дело теперь. Каждая медаль – это результат огромных усилий. Поединков у меня было. Четыре поединка. Четыре поединка. Ну, было как бы два сложных, потому что я с этими ребятами встречался на Мире и на Европе. Хотел посмотреть, как они. Ну, пока безрезультатно. Не будем работать над этим. Федерация армспорта Крыма новые достижения уже назвали особенно важным, ведь теперь Крым будет представлен на предстоящем чемпионате Европы и, что еще значимее, на всемирных играх людей с ограниченными физическими возможностями, которые пройдут в Сочи в сентябре. Наши спортсмены завоевали путевку в составе сборной России на эти соревнования. Я думаю, в том плане, что этот год не олимпийский. Медали со всемирных игр, которые пройдут в Сочи в сентябре 2015 года, я думаю, это будет большое завоевание. А там перед ребятами цели ставят максимальные. Учитывая регулярные успехи крымчан на международной арене, задача только выигрывать. В прошлом году о баталиях такого уровня можно было только мечтать. «Легион» дежурно выиграл золото без каких-либо сверхусилий, но уже в сезоне нынешнем получил достойного конкурента в лице хоккеистов из коллектива «Крымские волки». Команду пришлось создавать буквально в ауральном режиме, и инициаторы этого процесса сделали ставку на проверенную временем формулу успеха «Опыт плюс молодость». Удивительным многие специалисты назвали тот факт, что «Крымские волки» настолько быстро сыгрались. Все-таки даже с учетом огромного опыта большинства хоккеистов этого коллектива, сходу войти в чемпионский график не так-то просто. Тем не менее, у новичков получилось найти необходимый баланс в игре без ущерба турнирным перспективам. К решающей встрече конкуренты подошли с целым списком побед и без единого поражения. «Легионеры» сразу принялись за дело. Уже на исходе второй минуты первого периода Посевин вывел номинальных хозяев столичного дерби вперед. Волкам понадобилось почти 10 минут, чтобы восстановить статус-кво. Шайбу забил Обчаренко. Ключевой стала вторая 20-минутка, когда Карпенко и все тот же Обчаренко сделали счет 4-2 в пользу волков. Все, на что хватило легионеров, это отыграть одну шайбу перед самым перерывом. Когда волки вышли вперед, там уже было, конечно, волнение, уже присутствовало. И в перерыве немножко как бы пытались успокоиться, но видите, не получилось. В заключительном периоде расклад сил не изменился. Команды всего лишь обменялись шайбами и синяками. Итоговые 5-3 в пользу крымских волков не только ознаменовали собой прекрасную развязку чемпионата полуострова, но и позволили по-новому обозначить проблематику развития русской игры номер один в республике. Если изначально основной целью было рассказать, что такое хоккей вообще и с чем его едят, то сейчас этого уже мало. Самая основная задача, которая стоит перед нами, на фоне того, как хоккей, который мы показываем, привлечь детей и обратить внимание властей на то, чтобы они реализовали нашу мечту. Это муниципальный каток, куда будут приходить любые дети, любых слоев населения, богатые, бедные, неважно. Те, которые имеют желание. Это основная наша задача. Это каток. С опытным тренером трудно не согласиться, ведь сейчас увлечение детей хоккеем влетает их родителям в хорошую копеечку. В секции раз-два и обчелся, а месячный абонемент для ребенка стоит порядка 4 тысяч рублей. И это без учета сопутствующих расходов вроде формы, личного тренера и выездов на поединки. Тогда цифра увеличивается минимум вдвое. При такой ситуации говорить о хоккее как массовом виде спорта, каким он, собственно, и должен быть, не приходится. Но, по всей видимости, с такой реальностью придется мириться еще долго, ведь строительство муниципального катка в планах есть. Однако о конкретных сроках их реализации во властных кабинетах пока предпочитают не распространяться. Они не только мужественные, но и меткие. Правда, чтобы это проверить, в спортовществе «Динамо» решили организовать специальный турнир. К участию удалось привлечь порядка ста правоохранителей из разных регионов Крыма. К примеру, пограничник Дмитрий Кизилов уже давно шел в золотой награде в спортивной стрельбе. Однако все никак не получалось. Звезды сошлись в этот раз. Дмитрий был метким как никогда, а конкуренты, наоборот, допустили слишком много ошибок. Кстати, его здесь уже именуют полноправным универсальным солдатом. У меня в этом году был четвертый по самбо, третьим по тсидо, и еще первый по стрельбе, и еще впереди у нас эстафета, где тоже хотим команды. Вот, наверное, может не привязка к чему-то, а всему, может, поэтому интерес, кайф, может, не знаю, драйв. Такие соревнования имеют не только спортивную, но и, прежде всего, прикладную значимость. Для силовика умение стрелять – одно из основных. Поэтому высокие результаты участников данного этапа «Спартакеады» – хорошая новость для руководителей структурных подразделений. Те сотрудники, которые показали результаты с первого по шестого, так скажем, выступают на уровне. Я думаю, что они и составят костяк команды на наших соревнованиях в Центральном Совете «Динамо». Кстати, в случае равенства в таблице «Спартакеады» ключевым фактором для той или иной команды будут именно показатели в стрельбе – и стабильного оружия, и автомата Калашникова. Этот вид станет следующим «Спартакеаде-соловиком». Нашим сегодняшним видом спорта, наверное, хоть и раз в жизни занимался каждый. Однако в свое время предприимчивые люди превратили любимую застольную забаву в профессиональный вид спорта, который теперь имеет миллионы поклонников по всему миру. С одним из его самых ярких представителей в Крыму мы сегодня и потренируемся. Артем Тайнов. Мастер спорта международного класса по армспорту, неоднократный чемпион Крыма, Украины, мира и Европы. В 19 лет уже выиграл Кубок мира среди профессионалов, на тот момент став самым молодым спортсменом, сделавшим это. В этом году одержал убедительную победу на престижном международном турнире А1, проходившем в России. Артем, привет. Здравствуйте. Спасибо, что нашло время в своем графике. Расскажи, что мы сегодня будем делать, потому что вот внешне кажется, что это спорт, это просто, но, наверное, если все было так просто, не было бы так много, да. Хочу сказать, что в виду, да, выиграет он очень просто, но на самом деле надо очень много усилий в тренировках принимать, потому что, да, борьба идет в секунду, ну максимум там до минуты доходит, но тренировки очень утомляющие, изнуряющие и специфичные. Ну смотри, чтобы она меня полностью не изнурила сегодня, расскажи, что мы сегодня будем делать. Тренировка для новичка по армспорту, с чего она заключается? У него, как в виде спорта, идет тренировка, начинается тренировка с разминки, то есть это мы будем подтягиваться, отжимание от грузов, это каленькая разминочка. Первое, это разминочный подход, это идет подтягивание. Хват не имеет, в принципе, значение, можно чередовать хват, то есть внутренний, внешний, узкий, то есть как, вот, классические подтягивания, вот. Сейчас у нас идет разминка суставов, то есть круговые движения в различные стороны, то есть круговые, вот так живут плечевые суставы, мы разминаем так же, да. То есть основной акцент с рвутом на руки, да? Да, естественно, да, потому что нагрузка идет у нас на тренировку, в основном на руки, поэтому, конечно, надо разминять руки хорошенько. Потом локти, допустим, в каждой отдельности, да. Тоже в разные стороны, покрутили чуть-чуть, также левая рука. Вот, вот так, элементарная разминка проведена. Дальше мы будем делать молотковое упражнение, то есть это идет упражнение для развития молотковых движений, то есть для борьбы верхом. Остановимся вот, наклоняемся чуть-чуть вперед, и вот, и поехали, кисть развернута, то есть она не завалена сюда, она, наоборот, развернута вот в эту сторону. И поехали, вот такое делаем движение. Ну что, левая, готов? Попробуем. Немножко видо изменяем, но это движение для новичка, оно будет, может, непривычное в движении, но я думаю, мы научимся. Вот, ну и все боком, вот, рука развернута, и поднимаем, вот, она называется пронация. Это тоже, как бы, движение участвует в борьбе вверх. Следующее упражнение у нас будет молоток через пальцы. Он немножко отличается от первого упражнения тем, что сидит нагрузка больше на кисть, вот на это движение, чтобы кисть не проваливалась. Вот, делается оно вот так вот, захват, плотненько берем веревочку в руках и поехали. Вот, тоже движение идет до 90 градусов, вот. Тут, с целью упражнения, чтобы кисть не проваливалась вниз, то есть, вот, надо держать зафиксированное крепко, вот. Опять же, в первую очередь, кисть и предплечье равновесие, да? Да, вот, это тоже, как плечи вычевая, то есть, как бы, завершающее упражнение на верх. А вот скажи, пожалуйста, в целом много упражнений в армспорте выпустят? Потому что, вот, вроде, как одна рука, да, но на нее уже там десятки упражнений нет. Ну, вообще упражнений много, то есть, ну, они, опять же, я сейчас сделаю, как бы, для новичков. То есть, она идет общая, развивающаяся, то есть, как бы, конечно, естественно, в армспорте идет, когда упражнение, то есть, мы тренируем верх, мы тренируем верх, мы тренируем круг, мы тренируем круг, мы косу, косу, то есть, кисть, кисть. А сейчас мы идем в общую такую тренировочку, немножко всех упражнений, от всех видов борьбы. Ну, а у тебя, скажи, пожалуйста, в целом, вот, твой набор, скажем так, базовых упражнений, которые ты делаешь, сколько себя включает? У меня идет за тренировку 5-6 упражнений, это чисто армспорт. Ну еще идет немножко упражнений для подкачки, то есть 5-6 упражнений армспорта и 2-3 упражнения из ОФП, общей физической подготовки. А вот скажи, вот часто бывают мнения, знаешь, что в армспорте важно качать форт коробки. Но опять же, я сколько раз видел тебя в зале, когда ты и становую делаешь, и жемлежа делаешь, и другие упражнения? Ну конечно, в любом случае я делаю и общей физической упражнения, то есть я так говорю, становую, и даже иногда приседаю. Ну конечно, делаем акцент такой большой, как и на руках, потому что общая сила, то есть это показатели приседаний, станова, то есть это тоже надо обязательно развивать, то есть ноги, грудь и все остальные группы мышц. Следующее упражнение у нас будет протяжка в бицепс верхнего блока, то есть это тоже идет упражнение для борьбы в крюк. Выполняется оно вот таким образом, имитация боли. Скажите, ты здесь больше рукой работаешь или всем телом? Здесь как бы включается все тело, движение, ну это, собственно говоря, как борьба. Артем, ну а ты сейчас помнишь, с чего собственно все начиналось? Потому что знаешь, нынешние твои современные, скажем так, результаты у нас все видны уже, что называется. Как все начиналось? Начиналось давно, еще в 2003 году в школе, я был очень худом, худой-худой, ну высокий-худой такой, худощавый парень. Решил как-то заняться чем-то, чтобы стать покрупнее и пошел в спортзал. Сначала занимался домом, отец тренировал, потом при переезде в город так получилось, что переехал на студ-городок жить и искал ближайший зал. Попал в зал катаритик Георгий Пановеевич. То есть он мне как бы предложил выступить в соревнованиях университетских. На будущей школе я выиграл университетские соревнования, мне очень понравилось, очень загорелся. И начал готовиться тренироваться на чемпионат Крыма. И так пошло-поехало, то есть выступил на чемпионате Крыма, удачный стал первым. Поехал на чемпионат Украины, тоже выиграл, ну налево стал первым, право-право четвертым, но ничего, выиграл. Поехал на чемпионат Европы, там, конечно, уже так, не так вошло все хорошо, стал шестой, но понял, что надо заниматься. Начал заниматься правильно, тренироваться, и в итоге так стало перехоньку прогрессировать, прогрессировать, и дороже до такого уровня. Ну а скажи, а был ли момент, когда вот ты всерьез засомневался, что вот ты сделал правильный выбор? Потому что мы будем откровенны, армспорт это не олимпийский вид спорта, и в связи с этим очень много сложностей возникает, прежде всего финансово возникает. Да, согласен, есть такие затруднения, сложности, думаю, в будущем они справятся, но хотелось, конечно, надеяться на лучшее. Потому что, как бы, да, очень часто приходилось сесть за свой счет, подготовка, все это тоже очень сложно. Ну, нравится заниматься, это, можно сказать, хобби, поэтому, как бы, занимаюсь. Есть возможность, занимаюсь, езжу. Бывает, нет возможности, получается так, что не езжу на соревнования, но в основном езжу. Дальше. Выполняем. Стали. И рука здесь не делая, здесь ведет нагрузка чисто на сустав. Развиваем в силу связки и сустава. Вот. Идет движение. Тоже практически такое же, но идет без движения локтя, чисто наклоняемся вбок. МК перед подбородком и наклоняемся вбок тактики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Многие боксеры говорят, что схватки часто не выигрывают еще до начала поединка. Благодаря всего лишь взгляду. Кажется, это не так много, но тем не менее. В вашем спорте, как с этим дело обстоит? Ну, думаю, что главное, это, можно сказать, упертость такая небольшая. Тренировки и, так сказать, терпение труд всего перетру. Следующее упражнение у нас будет бицепс на скамейску. Тело чуть вперед поддаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В армспорте, действительно, кажется, все продумано до мелочей уже, да? Есть ли что-то новое в этом виде или нет? Можно что-то новое придумать? Или, в принципе, ты можешь только усовершенствовать то, что уже придумал? Ну, много, то есть, в интернете смотрю, много, то есть, новых каких-то таких упражнений. Некоторые даже упражнения очень интересные. То есть, не то, что как упражнения, а приспособления. То есть, новые ручки специальные придумывают, новые какое-то движение, они удобные. То есть, все это, конечно, еще много чего можно придумать новенького в армспорте. Просто это надо придумать еще просто. Если, допустим, у человека нет возможности прийти в спортзал, может ли он в домашних условиях хотя бы на более-менее премлемом уровне освоить азаром спорта? И как это делать? Ну, спорт, в принципе, легкодоступный. И заниматься можно где угодно, как дома, так и в спортзале. Ну, думаю, сварить стол в домашних условиях, это не такая же большая проблема. То есть, железо, металл и сварщик. Вот и все. То есть, стол готов. Также есть резиновые петли. То есть, никто их не запрещал. То есть, я тренируюсь также на резиновых петлях. То есть, это очень, можно сказать, нагрузка зависит от толщины резины или там сколько резин, смотать вместе. То есть, те же упражнения можно выполнять на резине. Также, думаю, есть гири у всех, есть лямки. То есть, можно это все менять, лямки с гирями делать. То есть, вариаций очень куча, очень много. Поэтому, думаю, и заниматься в домашних условиях можно. Единственное, именно в домашних условиях нужен спарринг-партнер. А спарринг-партнер, ну, это уже надо, конечно, ездить, искать их, то есть, бороться на барах. Потому что, без борьбы, это, грубо говоря, если занимаешься дзюдо-самбо, отрабатываешь приемы, а борьбы нет, или там же в бокс, стоишь на грузе, бьешь, а не боксируешь. То есть, в любом случае, нужен спарринг. Ну, а смотри, вот для тебя, опять же, сильнейшего спортсмена Крыма, Украины, России сейчас в вашем спорте, скажи, вот для тебя проблема спортсмена, спарринг-партнера, насколько остро стоит? Ну, да, в последнее время спарринг-партнеров у меня мало, конечно, в Крыму они есть. Это Чиндясов Сергей, хороший спортсмен, Андрей Иборсков в Севастополе, Айдер Алидинов, то есть, с Россими. Можно сказать, это вот косяк, с которым мы встречаемся, иногда ободимся. Как бы, да, они хорошие спортсмены, ну, получается, у них технику отработать и побороться, то есть, то есть, хорошие спортсмены есть, то есть, как бы, в спарринг-партнерах пока не нуждались. Скажи, а сколько вот вообще, в принципе, стиле борьбы в армспорте? Вот, ну, как сказал легендарный Джон Брэзенг, он, говорит, в стиле борьбы около 50. Ну, как основных идет где-то, ну, 3-4, то есть, это борьба в крюк, борьба вверху, в косу и универсальная. Правильно ли мы говорить, допустим, что настоящий чемпион по армспорту, он должен быть универсальным бойцом, что называется? Согласен, да, потому что, если ты борешься однообразно, то против тебя могут спокойно и быстро найти ключ и выигрывать потом тебя. Хотя ты будешь очень сильным, но будет одна сторона слабая, и через эту маленькую сторону проходить его игру. Есть такие, действительно, уникальные примеры, как тот же Денис Сыпленков, да, где против лома нет приема, как ты против него не иди. Появился новый спортсмен, да, вот правильно сказать, что там сил много, техники никакой. Американец появился, Дэйв Чаффи, очень хороший отпор дал он Денису. Видно, он техничнее, намного техничнее Дениса. Он уверенно проходил его кисть верхом, ну, Денис чисто своей физической силой вытягивал его. Хотя сам Денис сказал, что он был на, буквально они были на равных, то есть, в итоге был очень сильный, но без техники. Да, то есть, ну, был очень сложный поединок у них, но в итоге Денис выиграл. Расскажи, пожалуйста, про свою выступление на А1, потому что это, действительно, легендарная победа, можно сказать, получилась, да, вопреки всему. На левую руку выступил, я считаю, очень удачно, я на левую руку выступил в категории 1, в абсолютной категории 6, это тоже, кстати, считается призовым, если он идет призовая восьмерка. В финале воролся в категории, это казахский спортсмен, очень сильный, кстати, очень молодой, перспективный спортсмен, Ангарбаев Кадыргали. То есть, буду готовиться на него, потому что он очень удобный спортсмен, соперник такой. В абсолютной весовой категории воролся с кем-лимитными спортсменами, например, Пушкарь, Фарид Усманов, Кразимир Кастадинов, то есть, такие известные личности в аэроспорте. Ну, и твой девиз, скажи, пожалуйста, вот часто знаешь, допустим, многие молодые люди, вот у них вроде как и есть желание прийти в спортзал, делать что-то хорошее, работать для своего тела, вот что-то мешает, сейчас ты это лень, вот давай, направь сквозь телекану. Я считаю, что, как бы, надо терпение, надо тренировки, как бы, и оно всегда воздастся, то есть, если ты будешь тренироваться, ты будешь делать какую-то работу, то она, в любом случае, пересет какой-то, пересет какой-то, там, плоды, то есть, ничего бесследно не проходит. То есть, надо тренироваться, естественно, достойно тренироваться, не пришел там в зал, как бы, галочку поставил, я был в зале, все, вкладываться на все 100%, и тогда будет результат. Тренировка заканчивается у нас тренировкой кисти, потому что это самая выносливая мышца, то есть, ее можно тренировать в самом конце, потому что на нее силы всегда найдутся. Тут, собственно, ничего такого сложного нет, упражнение выполняется вот так. Сстановимся и закручиваем движение вот, вот эта кисти. Желательно вообще в армспорте тренировать каждую руку отдельно, потому что боремся, чтобы это одной рукой, а не двумя. Поэтому все упражнения отдельные, изолирующие на одну руку. Артем, ну в армспорте действует немало ограничений, в том числе. Расскажи, пожалуйста, о нем. Надо слушаться судью всегда, потому что судья может давать предупреждение за плохое, то есть выставление уже может дать за это фолк, предупреждение и может проиграть. То есть надо следить за локтями. Если борешься надо. Не следали, не подымались локтями, ни съезжались в подушке. Опасное ведение борьбы. Опасное ведение борьбы, тут такое движение, когда захват уходит за плечо. Это опасное ведение борьбы. Помимо, есть ли сломать руку? Тут от только меня рассказывают, но это не страшно. Винтовая нагрузка на электрическую руку. Т.е. нельзя уходить плечами ниже стола, ниже уровня. вставать. Тут тоже опасная борьба, можно промирать все крючем, может крючок вылетит сюда, поэтому тоже сюда останавливает и дает фон. А вот покажи, пожалуйста, только не очень сильно одна просьба, смотри, вот в стиле борьбы непосредственно. Крюк – это как? То есть крюк – это идет за ключевую кисть внутрь вот сюда вот. И протягиваешь вот сюда вот. Вот это идет уже крюк. А борьба верхом, расскажи. Борьба верхом, то есть это заключается в том, чтобы выбить кисть соперника вот сюда наверх. То есть многие движения вот так вот. вот. То есть если убиваешь кисть, то это может быть 90% победы. Нет, на самом деле мне не стыдно, потому что сдвинуть эту руку не может добрая половина человечества. Артем, спасибо тебе большое за тренировку. Все, пожалуйста. Честно тебе скажу, когда шел на нее, я изначально даже не предполагал, насколько многообразный вид спорта арм-спорт. Как раз все очень просто, а на деле, знаешь, не так-то все и просто. Спасибо, пожалуйста, проходите. Обязательно. Тебе удачного восстановления и будущих побед. Спасибо. Спасибо. Ну что, мы арм-рейстлинг показали, дальше вывод за вами. Назвать этот вид спорта чересчур затратным, честно говоря, нельзя, потому что при наличии определенной смекалки и желания, каждый, даже в домашних условиях, может освоить на каком-то первоначальном уровне определенные азы арм-спорта. Если же вы хотите развиваться дальше, выигрывать титулы и побеждать на соревнованиях, конечно же, вам необходим будет спортзал, необходимы будут качественные снаряды и опытный наставник. Так что вперед, приходите в спортзалы, делайте свои руки больше, делайте свои руки сильнее, а я на следующей неделе попробую что-нибудь помогать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот и все, чем мы успеваем поделиться с вами в сегодняшнем выпуске. Через неделю вас ждет новая порция свежей спортивной информации, так что не пропустите, будет интересно. Это была программа Мой Спорт, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok